Здравствуйте дорогие друзья! И сегодня мы будем с вами готовить пирожное мандаринка. Для этого нам понадобится пластичный шоколад и понадобится начинка. Для этого будем использовать самое обычное пирожное картошка. Для начала сделаем пластичный шоколад. Можно использовать белый, либо цветной. Это в принципе роли не играет. Я взяла 300 грамм шоколада белого и 300 грамм шоколада цветного. Также нам еще понадобится мед, либо глюкозный сироп или инвертный сироп. Растапливаем шоколад импульсами в микроволновке на режиме разморозка, либо на паровой бане, как вам удобно. Постепенно начинаю добавлять глюкозный сироп. Можно ввести все сразу тут, как вам удобнее. Понадобится нам 4-5 чайных ложек. После того, как ввели весь глюкозный сироп, начинаем вымешивать нашу пластичную массу. Шоколад начнет отдавать какао-масло. Мы должны его полностью отжать, чтобы у нас получилась пластичная масса, похожая на пластилин. Теперь окрашиваем наш пластичный шоколад в нужный вам цвет. Окрашивая жирорастворимыми сухими красителями. Также можно использовать и гелевые, не обязательно жирорастворимые. Для пирожного картошка берем любой бисквит. Я использовала из тортика черничные ночи. Перемалываем его на блендере. После чего добавляем остальные ингредиенты. Вымешиваем до полного объединения продуктов. И теперь начинаем формировать с вами пирожное в виде мандаринки. Из 70 грамм начинки формируем шарик. И делаем по центру небольшое углубление. Готовое пирожное отправляем в морозилку приблизительно на 15-20 минут. Ну а теперь начнем формировать наши мандаринки. Отрываем небольшой кусочек шоколада и раскатываем кружок небольшого размера. Для того, чтобы было удобно вам завернуть вашу мандаринку. Сколько ушло шоколада? Приблизительно 30-50 грамм на каждую мандаринку вам понадобится. Также, конечно же, все зависит от размера вашей мандаринки. Ну и если шоколад ваш сильно твердый, вам неудобно с ним работать, то отправьте его в микроволновку буквально на 10 секунд, и он станет мягким. Соединяем швы как можно лучше. Все это дело сглаживаем. Также еще, конечно, хорошо покрутите мандаринку в руках, для того, чтобы придать ей лучшую гладкую форму. Ну и теперь начинается самое наше волшебство. Для этого нам понадобится самая обычная терка. Катаем нашу мандаринку и придаем ей текстуру кожуры. Посмотрите, как все это просто получается и при этом очень быстро и очень эффектно. Для хвостика нам понадобится самая обычная стек-косточка. Формируем небольшие углубления. Теперь берем небольшой кусочек мастики зеленого цвета, раскатываем ее тонким слоем. Берем формочку звездочка и вырезаем хвостик для нашей мандаринки. Из другого кусочка катаем тонкий жгутик и дополняем наш хвостик. Вот такое замечательное пирожное в итоге у нас получилось. Сейчас я вам покажу, как всегда, его внутренний мир и мы вместе полюбуемся. Очень буду надеяться, что данный рецепт вам понравился и вы захотите его повторить. Поэтому буду очень с нетерпением ждать ваших комментариев. Ну и, конечно, как всегда, если данное видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok